Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Хочу представить вам Ларису Крахалёву, нового директора Центральной городской библиотеки имени Есенина в Рязани. Расскажите, что за событие произойдет 13 декабря, что за новоселье в Старом Доме. Новоселье ассоциируется с чем-то новым, свежим? Наверное, так и есть. Мы заканчиваем ремонт, большой ремонт в нашем Старом Доме. Поменялись мы внешне, меняемся внутренне в соответствии с новым библиотечным стандартом. Не прерывались ни на один день за три месяца ремонта. Обслуживали всех желающих читать книги в библиотеке. Вот теперь 13 распахнем в новом варианте свои двери и начнем новую жизнь. А что нового внутри самой библиотеки открылось? Кажется, какие-то залы – Есенинский, Федоровский. Но мы стремились после ремонта подойти к реализации стандарта библиотечного, к модельной библиотеке. Библиотеки как центру общения, где люди могут найти для себя не только нужную книгу, но и возможность общения. Это определенная аудитория, люди по интересам, по взглядам, формирующиеся в определенные клубные объединения. Но поменяли пространство, да. Библиотека теперь разделилась на две большие зоны. Это центр чтения и книги. И вторая большая зона – это центр коммуникации, центр общения. Почти 700 метров объединили площадей, где расположен весь фонд библиотеки. Еще плюс 300 метров хранилищ прилегает к нему. И весь библиотечный фонд будет открыт. Это зона деловой литературы, художественная, большая детская зона. Это зал искусств. Открываем чулан искусств, где храним самые интересные потайные вещи. И теперь все желающие с ними познакомиться могут тоже посещать его. Вторая часть – это центр общения. Это два больших зала, конференц-зал. Один на 120 посадочных мест – Есенинский зал, где будет расположена экспозиция Есенинского музея. И второй большой зал – Федоровский. Он на 45 мест – конференц-зал, где собираемся все материалы по Федорову разместить, по космистам и космосу. У Федорова юбилей в этом году 190 лет. Вот как раз закрытие года Федорова произойдет в премьерную неделю у нас. Помимо этого, в зале клубной работы открываются несколько. Каждое помещение в этой зоне будет иметь возможность собираться людям по интересам, по направлениям. Коворкинг – зоны, где можно формировать любое пространство для общения людей. Интернет-зал большой у нас появился. Это зал работы с Национальной библиотекой российской. И я думаю, что с президентской библиотекой мы тоже сможем с фондом этим работать. Вы говорили о премьерной неделе. Расскажите о ней поподробнее. Премьерная неделя. Что мы туда заложили? Во-первых, это презентация всех тех проектов, которые будут реализовываться. Очень много интересных проектов было в библиотеке раньше. И много появляется новых в связи с появлением второй части. Это организация общения людей. У нас вся неделя с 13-го расписана. Во-первых, утро 13-го двери открывается, и все желающие видят нас в новом облике. И в течение недели мы представляем различные проекты. Значит, это мастер-классы ежедневные по различным направлениям. Тема Полонского. 200 лет Полонского. Как раз 18-го юбилей у Якова Петровича. Это бал Полонского большой. Мы делаем публичные лекции, встречи в рамках проекта «33 вопроса». Николай Александрович Булычев рассказывает о Полонском. Отвечает на вопросы тех, кто интересуется этой темой. Лекцию читает Татьяна Васильевна Федосеева. Это доктор педагогических наук университет наш классический. Она читает лекцию на тему неизвестной страницы творчества Полонского. А елки какие-то необычные у вас. Есенинская, космическая. Для кого они? Впервые в этом году мы проводим елки. У нас запланированы космические елки и есенинские елки для детей. Очень плотно работаем с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для многих из них это школа-интернат «Вера», это 10-я школа, это школа-интернат номер 2 имени Полетаева. Дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями. Большое направление деятельности – это как раз взрослые и дети с ограниченными возможностями. Летом впервые в Дни города мы провели фестиваль «Инклюзивный дорогой добра». Фестиваль творчества вот сейчас продолжаем. Он в течение года, фестиваль будет проходить по типу марафона несколько раз. И вот очередная встреча людей, желающих познакомить. Рязанцев со своим творчеством. Это дети и взрослые люди, которые не всегда могут себе позволить найти аудиторию самостоятельно. Здесь мы целый день знакомимся с их творчеством. Помимо этого спланированы у нас еще публичные лекции на есенинскую тематику. Большой проект «Реализуем город в лицах». И вот первую встречу проводим с коллекционером Юрием Александровичем Парамоновым. Человек, который занимается историей Рязани, коллекционирует книги, предметы старины нашей рязанской земли. И в премьерную неделю он представит празднование 800-летия Рязани. То, как наши предки честовали наш город, когда ему исполнилось 800 лет. Я думаю, для нас, для всех это будет интересно. Из нового проекта Есенинского реализуем проект «125 прочтений Есенина» к юбилею его. И 13 числа как раз первый вариант прочтения Валентина Рязанова и ее коллеги представят фолькфьюжн. Форма проведения представления творчества Есенина именно в этом варианте. Надо сказать, что раз в неделю час музыки запланирован в библиотеке. Различные концертные площадки будут организовываться. Это как классические вещи, так и современные джазовые. 14-го большой концерт джазовой новогодней канитель у нас. 14-го в 18 часов всех зовем к себе. Даже джаз у нас есть в библиотеке. Да, да. Очень интересно. Студенческий театр «Сфера», который существует в библиотеке, они представят спектакль по рассказам Чехова. Это тоже в премьерную неделю. Вся премьерная неделя расписана. Можно увидеть на сайте библиотеки. Помимо этого, в самой библиотеке можно получить программу. И она в центре, в зале при входе расположена. И каждый может буклет получить с ней для того, чтобы найти приложение себе. Это ежедневные мастер-классы по различным направлениям. Это и батик, и арт-терапия. Кстати, очень интересная встреча по здоровью. В проекте «Клятва Гиппократа» Марина Фошина проводит детский психолог, психотерапевт. О детских страхах, о возможности общения детей и подростков с родителями. Поэтому всех родителей, имеющих детей и подростков, тоже зовем к нам. Как я понимаю, вход бесплатный и прийти может кто угодно. Да. Вход бесплатный везде у нас. И концерты все бесплатные тоже. Поэтому всех желающих приобщиться к искусству, книги, ждем к себе в гости. У вас работает в библиотеке книгообмен. Книги «Вторую жизнь» объявлен был проект три месяца назад. И я хотела бы поблагодарить всех рязанцев, поучаствовавших. Мы собираем книги. Те, которые сегодня не используются в семье, допустим, дома. И которыми люди могут поделиться. Собираемся реализовывать проект «Читаем в больницах». Первая договоренность есть с областной клинической больницей после Нового года. Это встречи с пациентами, чтение произведений. В том числе и организация книгообмена во всех отделениях. Этим же хотим заняться и в других учреждениях здравоохранения. Но, помимо этого, интересный очень проект готовим с фотохудожниками. У нас интересные люди пришли в библиотеку работать. Это Александр Синицын, это Павел Сапунов, это Валентин Евкин. Люди, которые профессионально занимаются фотографией, готовы своим мастерством делиться с молодежью и со зрелыми рязанцами, со всеми теми, кто увлечен в фотографии. У нас много, 8 зон выставочных библиотеки, поэтому для желающих представить свое творчество на обозрение населению города, мы тоже будем рады. Спасибо. И на сегодня это все. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире.